Привет всем клиентам компании Grand Capital, на связи Александр Ротионов, аналитик, трейдер и управляющий активами. А также отдельный привет всем тем, кто еще пока не является клиентом Grand Capital. Для вас как раз таки мы и придумали нашу с вами акцию под названием Секрет Трейдера. Она включает в себя два пункта. Пункт номер один, трансляция сделок. Так называемые торговые сигналы от нашей команды аналитиков в режиме реального времени, которые мы скидываем в закрытый чат с конкретной точкой входа, с конкретным местом постановки стоп-лосса и тейк-профита. Для того, чтобы попасть туда, вам требуется открыть счет у брокера Grand Capital и пополнить его на 200 баксов. Получить абонемент на один месяц и наслаждаться всей прелестью нашей дружной команды аналитиков, которая поможет вам начать торговать и зарабатывать на финансовых рынках. Пункт номер два, комфортный депозит. Если у вас недостаточная сумма, которая не позволяет вам зарабатывать сегодня уже большие деньги, то вы можете увеличить депозит на 40% при пополнении. Просто пополнить депозит и мы увеличим сумму на 40%, которая может использоваться в торговле. Для того, чтобы узнать подробности, пиши мне в Telegram SW-MAN либо в Skype Investor43 и я все подробно тебе расскажу. Ну а теперь давайте начинать обзор. Начнем мы наш обзор с пары евро-доллар, которые тем временем корректируются в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Целью этого тренда является достижение второй целевой зоны 1.1980-1.1962. Но нам нужно с вами, коллеги, найти выгодные цены на продажу. Выгодные цены на продажу у нас уже были на прошлой неделе. Нам давали точку входа, давали паттерн. И цена не смогла дойти до второй зоны, а всего лишь протестировала уровень поддержки 1.2061-1.2052. Поэтому под конец недели мы снова увидели тест. Но повторно продавать еврик от этой области я уже не советую. Логично и выгодно дождаться интересных цен в области ключевого сопротивления тренда 1.22.28-1.22.12. Здесь же у нас сильный уровень сопротивления технический 1.22.23. Поэтому выгодные цены на продажу евро будут сосредоточены именно в области ключевого сопротивления тренда. Для этого нужно найти паттерн, продать и зафиксировать продажу в области второй целевой зоны. Давайте перейдем на график меньшего таймфрейма и посмотрим, что же у нас происходит здесь. Здесь я вижу краткосрочный восходящий тренд согласно методике. Америка закрылась выше предыдущего сопротивления 21 января. С этого момента мы обозначили цель роста в верхнюю целевую зону 1.22.28-1.22.12. И все, что сейчас происходит на графике, это всего лишь коррекция и набор позиций для дальнейшего повышения курса. Чтобы покупать пару евро-доллар, мы с вами должны найти паттерн либо с текущих цен, это будет агрессивная покупка, либо нам нужно дождаться пробития трендовой линии, которая построена по этим двум максимумам, и тогда откроется возможность для покупки или доливки с целью в области верхней целевой зоны. Ждем, смотрим. А между тем альтернативный вариант подразумевает под собой пробой поддержки 1.20.76. Это откроет путь для падения курса в область нижней целевой зоны с границами 1.20.28-1.20.12. Британец. Британец у нас в сопротивлении. Сопротивление 1.37.50-1.37 ровно. Пока крупные игроки не могут пробить этот уровень, тем не менее среднесрочный тренд у нас остается восходящий. Целью роста является круглая отметка 1.40 ровно. Ключевая поддержка по британцу смещается на уровне 1.33.25-1.32.82. И для того, чтобы снова покупать выгодно фунт, нужно ждать коррекцию. График меньшего таймфрейма показывает нам торговлю. Также в области сопротивления 1.37.56-1.37.35. На сегодня мы отработали приоритетную модель на покупку от дополнительной зоны 1.36.49-1.36.38. Уровень предыдущего локального максимума был протестирован. В связи с этим предлагают ждать дальнейшего развития событий перед тем, как открывать какие-либо сделки. Для дальнейшего роста требуется нам с вами пробой сопротивления 1.37.56 и закрепление выше. В таком случае мы перестроим дополнительную зону, обозначим новую ключевую поддержку и на коррекции будем искать покупки. Ближайшая цель золотая зона 1.38.56-1.38.35. Второй вариант это работа на продажу британского фунта. Но для этого, конечно, требуется падение и закрепление ниже минимума 28 января. В таком случае цель у нас внизу откроется в области промежуточной зоны 1.35.41-1.35.20. Японская иена корректируется в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Мы пока не говорим о его окончании, потому что сопротивление 1.5.43-1.5.17 еще не пробито. Поэтому после теста этого сопротивления следует искать паттерн по методике и рассматривать продажу в область третьей целевой зоны 1.2.50-1.2.23. Покупать же японскую иену в средний срок будем тогда, точнее доллар против японской иены, будем тогда, когда произойдет два закрепления на американской сессии выше 1.5.43. График меньшего таймфрейма показывает нам краткосрочный восходящий тренд, в рамках которого уже была протестирована золотая зона 104.99-104.94. Америка в пятницу закрылась под уровнем. Для того, чтобы дальше расти, требуется закрытие Америки сегодня-завтра выше 104.99. Ну а пока этого нет, мы с вами ищем покупки, и покупки нам уже давали прямо на европейской торговой сессии, коллеги. Давайте мы переключимся на таймфрейм поменьше. Обозначим контрольные максимумы и минимумы на М15. Видим, что потихонечку максимумы до текущего момента падали, а минимумы находились на одной и той же отметке. В конце концов, игроки не смогли пробить вот эту область. У нас был откат, попытка очередная, неудачная, пробой максимума, закрепление, коррекция и рост. В связи с этим, мы должны быть с вами в покупках. Если у вас их нет, тогда поезд ушел. Ждем обновления хая, после этого перестраиваем дополнительную зону и будем снова искать бай. Если с текущих начнется падение, то мы получим без убыток и будем ожидать цену в области ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда. 104.37-104.32 Доллар-канадец по канадцу сменился среднесрочный тренд на восходящий на прошлой неделе. Раз-два закрытия Америки есть. Целевая зона пробита. Следующая цель целевая зона номер 2. 1.2965-1.2946. И поэтому предлагаю искать паттерн на покупку как с текущих цен, так и от ключевой поддержки. Здесь у нас выгодные цены с точки зрения методики. Границы ключевой поддержки 1.27, ровно 1.2682. Доллар-канадец график меньшего таймфрейма. Мы посмотрим сейчас, что тут происходит. А здесь пока непонятно, потому что уровень сопротивления совместно с золотой зоной у нас с вами был удержан на прошлой неделе. Верхняя точка 1.2880. Потом прошла коррекция и цена даже закрепилась ниже минимума 28 января. Что намекает нам на возможное формирование паттерна двойная вершина. Однако, с другой точки зрения, промежуточная зона 1.2790-1.2781 не пробита. И поэтому мы не можем ни продавать, ни покупать. Предлагаю ждать. Либо формирование контр-модели. Для этого нужен, например, паттерн 1.2.3. Либо пробитие промежуточной зоны и закрепление ниже. Тогда у нас меняется тенденция и мы спокойно продаем доллар-канадец до нижней целевой зоны 1.27, ровно 1.2682. Австралиец пытается пробить ключевую поддержку среднесрочного восходящего тренда 76.59-76.43. Но пока продавцам это не удается. Мы не видим закрепление ниже. Поэтому для продаж требуется обязательно 2 закрытия Америки ниже целевой зоны. В противном случае мы можем ожидать рост котировок, обновления локального максимума пятницы. И тогда появится паттерн на покупку. Как говорится, поживем увидим. А теперь график меньшего таймфрейма. На графике меньшего таймфрейма паре австралиец-доллар. У нас краткосрочный нисходящий тренд. Двойная вершина в области промежуточной зоны указывает нам на возможность рассмотрения коротких позиций по этому инструменту. С первой целью на минимуме 28 января. Со второй целью в области золотой зоны 75.64-75.56. Альтернативный сценарий получится тогда, когда игроки пробьют максимум 28 числа. Это уровень 0.77. Ровно закрепление выше этой отметки позволит продолжить рост курса и протестировать верхнюю целевую зону 77.67-77.51. На этом все. Спасибо за внимание. И не забывайте про акцию Секрет Трейдера. По всем вопросам пишите мне в Telegram или в Skype. Всем пока!